В ближайшие пару лет в Черкесске должны быть благоустроены около полусотни дворовых территорий. Это примерно треть от общего списка поданных заявок на капремонт и создание комфортных условий для отдыха. В настоящее время представители мэрии региональной столицы занимаются процессом согласования дизайн-проектов. На одну из встреч с горожанами побывал Артур Мкце. Прошли те времена, когда при благоустройстве придомовых территорий мнение людей учитывалось в последнюю очередь. Что установили, тем и пользуйтесь. Теперь именно с горожанами заказчик обязан согласовывать дизайн-проекты. В этом дворе по улице Октябрьской не услышат детского смеха или восторженных возгласов юных спортсменов. Просто потому, что играть им тут негде. Вот ребятишки и ходят развлекаться на площадку через большую дорогу. Своя же территория пока приспособлена под парковку. Когда в начале лета мэрия объявила о составлении дополнительного списка на благоустройство, собственники жилья решили, что хотят участвовать в программе. Благоустройство надо сделать. Детские площадки. Машин много во дворе. Парковочные места. Чтобы на друга не кричали. Тут народ. Благоустройство означает и внимание самих людей к этой территории. То есть надо будет беречь ее. Вот именно. Надо беречь. А детскую площадку берегли-берегли. Автостоянкой стало. Вот у меня даже мои сюда не ходят. Идут куда-то гулять. Но они сюда почему не ходят? Потому что негде. Негде. Правильно. А что тут делать? С 20 июня по 20 июля мэрия города Черкеска был объявлен сбор заявок для отбора дворовых территорий, которые подлежали благоустройству 2023-2024 года. Всего было подано 162 заявки. Из них комиссия была отобрана 50 заявок. Благоустройство вообще проходит по минимальному перечню. В минимальный перечень входит ремонт проезжих частей, обустройство пешеходной зоны, установка скамеек, урн, освещение детской площадки. Специалисты городского управления ЖКХ посетили все дворы, где уже весной 2023 года начнется преображение. Показанные дизайн-проекты дают возможность жителям понять, каким видят благоустройство территории городские власти. Однако у людей есть право вносить свои коррективы. Необходимо, чтобы окончательный проект утвердило подавляющее большинство собственников. Сушка, сушка, как и было. Парковки здесь, парковки здесь, асфальт здесь и асфальт здесь. В этом дворе некоторые неудобства подрядчику могут доставить многочисленные гаражи. Те коробки, на которые у собственников не окажется разрешительной документации, будут вывезены с придомовой территории. Люди надеются, что им наконец-то создадут удобную парковочную зону и комфортные условия для досуга юных горожан. Артур Махце, Рассол Бердиев, Вести, Корчао, Черкесия.